МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА По словам Михаила Игнатьева, на первоначальном этапе всем районам и городам будут предоставлены равные условия. Но если в отдельных муниципалитетах не будут вовремя представлены проекты и своевременно проведены конкурсы, средства будут перераспределяться. 2020 год для нас должен быть прорывным, потому что люди и в городских округах, и в населенных пунктах постоянно поднимают эти вопросы. В проекте бюджета, который мы внесли, определенные средства мы рассчитали, из федерального бюджета дополнительно должны получить. И тем самым на самом деле появляется возможность для всех органов власти, для всех общественных организаций, для всех неравнодушных людей и физических лиц, и юридических лиц, предпринимателей, которые участвуют по проектам, основанным на инициативе граждан, даст нам возможность дополнительно, с учетом того, что мы сделали, еще раз отмечаю, в 2020 году мы можем 2-3 раза объемы работ увеличить. Это очень важно. Указ главы Чувашии о выделении в будущем году полутора миллиардов рублей на благоустройство дворов в городах и селах республики обсудили на совещании в Минстрое Чувашия. Министр строительства, архитектуры и ЖКХ собрал глав районных администраций. Алексей Грищенко отметил, что уже сейчас нужно активно заниматься вопросом освоения денежных средств, осмотреть улицы и дворы, пообщаться с жителями, понять, где нужны тротуары, скамейки, цветники, экопарковки, освещения, детские и спортивные площадки, камеры видеонаблюдения. А затем подготовить проектно-сметную документацию. В Минстрое, чтобы ускорить процесс, разработали больше 35 типовых проектов, которыми могут воспользоваться в районах и городах республики. Полтора миллиарда еще раз говорю, выделено, но там идет софинансирование. 5% идет софинансирование, это бюджет местные, и плюс 1% это средства граждан. Поэтому здесь это мы проходили с вами, это мы знаем. Это еще раз говорю, что это и эффект, и то, что бережливость у людей возникает. И участие в этом процессе тоже немаловажный фактор. Министр подчеркнул, что заключить контракты следует в срок до 1 апреля 2020 года, чтобы после майских праздников строители уже могли выйти на объекты. Чувашия лидирует в Поволжье по доле благоустроенных городов в трех категориях – крупные, большие и малые. Рейтинг составил Минстрой России. Специалисты оценивали жилье и прилегающие пространства, уличную дорожную сеть, озелененное пространство, социально-досуговую инфраструктуру, общегородское пространство и прилегающие территории. Оценили 1114 российских городов на основе данных 2018 года. В Чувашии 180 баллов и больше набрали 5 городов из 9. Это лучший показатель в Приволжском федеральном округе. Средний же балл по городам республики – 197. Это тоже выше среднего по ПФО. По данным рейтинга, лучше всего в городах Чувашии обстоят дела с жильем и общегородским пространством. Кроме того, учтен положительный опыт республики в области утилизации твердых коммунальных отходов в рамках нацпроекта «Экология». Лидером в Чувашии стал город Чебоксары, набравший 205 баллов. Следом идут Канаж – 201 балл, Ядрин – 193 балла, Алатарь – 183 балла и Новочебоксарск – 180 баллов. В Вурнарах возводят биологические очистные сооружения и канализационный коллектор. Их строят в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» – национального проекта «Экология». По плану общая протяженность сетей чуть больше 10 километров. Сейчас строители проложили 8. Используют метод горизонтального бурения. Он позволяет поместить полиэтиленовую трубу на глубину до 3 метров, не вскапывая землю вокруг. Делается белотное бурение сперва, потом выходим до рабочего котлована, до нужного диаметра обратным ходом уже расширяем, потом его обратно выталкиваем и зацепляем специальным захватом полиэтиленовую трубу и тащим уже его до нужного места. Строительство биологических очистных сооружений в Вурнарах начали 5 месяцев назад. За это время подрядчик также вырыл котлован для бетонного основания контрольных колодцев и установил фундаментные плиты. В ближайшее время здесь появятся емкости для стока, которые послойно утрамбуют сухим песком. На объекте работают 50 человек и 15 единиц строительной техники. Сейчас зимнее время у нас наступает, мы не останавливаемся, работаем. По графику работы мы успеваем и стараемся, чтобы все было выполнено в срок. По плану сдать объект в эксплуатацию нужно в следующем году. После того, как заработают новые очистные сооружения, старые будут использовать для ливневой канализации. В 2019 году у нас по итогам аукциона выиграла подрядная организация ООО «ПМК-8». Сметная стоимость объекта 406,6 миллионов рублей. Объект будет строиться два года, 19-20-е годы, и срок сдачи у нас запланирован на ноябрь 2020 года. Мощность объекта составляет 1800 кубов в сутки, и этот объект обеспечит очистку сточных вод поселка Бурнара, который происходит от предприятий и организаций и от многоквартирных домов. В рамках национального проекта «Экология» до 2024 года будут построены очистные сооружения также в Ядрине и Мариинском посаде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова